Ребят, всем большой привет! Как будто бы сегодня выходной день, потому что мы куда-то едем. Нет, сегодня на самом деле не выходной. Сегодня четверг. У нас, получается, 28 октября. Мы едем в Ален. Дима приехал пораньше чуть-чуть с работы. Едем в Ален. Мы к гостиопату давно собирались, наконец-то нашли. Надеюсь, что хороший. Врач немец. Зовут Даниэль. В общем, сейчас поедем, посмотрим. Зачем мы едем к гостиопату? У мужа проблемы со спиной. Конечно, это связано с работой. В общем, хочется, чтобы он посмотрел его, рассказал, что да как. Может быть, я не знаю, будет не один сеанс. Сеанс один стоит 25 евро. Сразу скажу, что массаж гостиопатов кранкингкасса не оплачивает, насколько мы поняли. Кранкингкасса оплачивает страховка. То есть только, например, кранкингимнастик, что-то такое. Если массаж, то это уже оплатно все идет. Ну, в общем, едем. Нам ехать минут 20 от Бекума. Еще перед этим хотим заехать в Радхаус. Есть некоторые у нас там вопросы, дела. Я потом вам расскажу, когда уже все получится. И не знаю, успеем или нет, посмотрим. Вроде в Радхаус можно сегодня без терминов. Постараемся туда попасть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы уже в Валене. Очень быстро доехали, буквально за минуту, даже меньше 15 минут, минут 12. Сейчас уже идем в сторону врача. Парковались. Сейчас поедем, посмотрим. Если врач хороший, если понравится, то и мне нужно будет как-то приехать тоже, чтобы он меня тоже осмотрел. Потому что у меня тоже это проблема постоянная. Сидеть в телефоне и, конечно, развивается и остеохондроз шейный и так далее. Сейчас посмотрим, где он. Где-то тут рядом сейчас припарковались. Потому что здесь в центре, конечно, найти парковку просто нереально. Такая красивая осень у нас. Как раз мужу говорю, мы вообще не пофотографировались. И осень вообще непорядок. Ну, получается выходить гулять только на выходных. А он обычно на работе в будние. А на выходных обычно дождь у нас. Поэтому как-то так. Что, нашел? Да. Вот он, наш врач Даниэль Хольц. Сейчас будем заходить, смотреть, что там да как. Еще 5 минут у нас для термина. Думаю, что уже зайдем. Так, что мы уже зашли в кабинет. Ждем врача. Здесь, кстати, огромный такой центр. И здесь и кранкинг гимнастики, и врачи и так далее. В общем, сейчас ждем врача, посмотрим, что он скажет. Ну, входит какой кабинет маленький, уютненький. Здесь еще окно такое длинное. Сейчас посмотрим. Все, мы уже едем домой. В сторону дома, точнее. Сейчас еще в Бекваме в родхаузы едем. Еще какие-то дела там есть в магазин, может быть. Что хочу сказать. Делала массаж девушка-физиотерапевт. Потому что Хольц это вообще центр такой. Там, в общем, огромное количество услуг. Такие физиотерапевты, остеопаты всякие. Там, кранкинг гимнастики. В общем, очень много смотрю людей. И там целый тренажерный погромный зал. Ну, тренажерный называется, видимо, для гимнастики, да. В общем, мы уже сделали массаж. Очень ему понравилось. Сказал, что классно профессионально делает. Вот, записаться, правда, к ним дальше огромная проблема. Потому что у них очень все забито. Особенно на вечернее время, например, если ты хочешь после шести вечера. Обычно это связано, конечно, с работой. Вот как Дима тоже работает до шести-семи вечера. Ну, до восьми-девяти еще можно записываться. У них уже на весь ноябрь все записано, расписано. В общем, не знаю. Будем потом звонить записываться. И ему нужно будет еще несколько сеансов. Не один, я думаю. И я бы с удовольствием хотела, чтобы меня тоже проверили, посмотрели. Думаю, что не помешает. В общем, посмотрим. 25 евро стоит сеанс. Ну, правда, мы заплатили. Но, правда, девочка сказала, что, возможно, Кранкенна касса может это оплатить. Главное, обратиться к ним. Вдруг она оплатит. Тоже бывает такое. В общем, сейчас едем в Беккум. Нам ехать 15 минут. Заедем в Радхаус. Он работает до 5 часов. Надеюсь, что получится попасть без термина. Куда нам нужно, в какой нужно отдел. И здесь, кстати, такие огромные магазины в Алене. Вообще, в Алене я заметила побольше. Выбор в плане магазинов и одежды. И вообще, в мебельных магазинах вообще всего. Что касается магазинов. Потому что в Беккуме, конечно, чуть-чуть поменьше всего этого. Теперь начинаю понимать, почему все едут. Или мной в Беккум, или в Ален. Но мы сегодня в магазин не заезжали. Потому что спешим обратно, чтобы попасть в Радхаус. Пока они работают. Потому что они тоже там работают. Знаете, работа не имеет лежачего. Один день они работают с 8 до 12. Потом один день у них с 8 до 12. Обед на 2 часа. Потом с 8 до 12. Точнее, работают 2 часа обед. Потом работают до 5. И все. В общем, вот такая у них работа каждый день. В субботу и воскресенье, понятно, они закрыты. В общем, надо попытаться попасть к ним в будний день. Вот в такое время. Все, мы едем, наслаждаемся вот этой красивой осенью вокруг. Очень красивая осень в этом году. Теперь стоит оговорить. Главное, что мы сейчас в дождь не пошли. Пока вот сегодня солнышко и тепло достаточно. Где-то сейчас плюс 16 градусов. Ну что, мы уже спешим, бежим в Радхаус. Очень надеюсь, что будут сегодня хорошие новости. Потому что уже пора это дело важное сделать. Но не хочу поговорить, скажу. Если получится, скажу. Чтобы не сглазить. Вот он, Радхаус. Стоянка такая большая. Но мы оставили машину на той улице наверху, чтобы немножко, во-первых, пройтись, подышать воздухом. И чтобы сюда не заезжать. Потом долго выезжать. Тут очень много машин всегда в центре. И потом еще нужно еще... Потом еще нужно еще... Я уже заговорилась. Еще в Дечел нужно зайти на этот проект по ссылочке. Ну, в общем, не знаю. Надеюсь, все успеем. Тут столько машин. Это значит, что они работают еще. Вроде до пяти должны работать. Но у них такое бывает, что четыре уже никого нет. Очень надеюсь, что сегодня без терминов можно... По-моему, у них один день. Вот этот четверг. Считается, что можно без терминов построить дни только по записи. Так что, смотрите, вот так выглядит Радхаус в городе Бекум. Грубо говоря, местная мэрия, исполком. Еще можно назвать. Сейчас быстренько зайдем. Посмотрим, что там да как. По итогу все расскажу, когда выйдем. Вышли мы уже из Радхауса. Все хорошо поговорили. Нам дали документ, который нужно заполнить. Его нужно дома заполнить. И потом там же в Радхаусе опустить в нужный ящик. В общем, мы уже приехали в Кауфланд. Наконец-то, я надеюсь, куплю землю для цветов. Блюман Эрда, она называется правильно, а не Эрда Блюман. Спасибо некоторым подписчикам за замечания в комментариях, что направляйте, говорите, как правильно говорить. Потому что немецкий я, это еще очень-очень отдаленные такие вещи несовместимые. В общем, сейчас купим кое-что из продуктов, землю и уже будем ехать домой. Решили сейчас заехать, не оставлять на субботу, чтобы в субботу не ездить в магазин, а немножечко хотя бы отдохнуть, заняться другими делами, а не как обычно, магазинными делами. В общем, сейчас пойдем все купим и уже будем ехать домой отдыхать. Решили уже из Кауфланда. Взяли реально чек на 100 евро, а толком ничего не купили. Очень подорожали цены на продукты в Германии. Взяла еще вот такую лотерейку 6 из 49. 100 лет не играли в нее, когда-то еще пару лет назад играли. И взяла вот такую рекламку. Уже записалась на маникюр на субботу на 2 часа. Записали меня. Здесь есть в Кауфланде прямо салон маникюрный. И маникюр и педикюр делают. Здесь все расценки, все указано. В общем, это все в евро, если что. Все указано. В общем, буду в субботу приходить, наконец-то делать маникюрчик. Ура, ура. Может и педикюр получится сделать. Все, сейчас едем домой. Дома вам быстренько покажу, что купили из Кауфланда. Будем кушать, отдыхать. Все дела сделали на сегодня. Мы уже приехали домой. Очень холодные, но быстренько покажу, что купили из магазина. Значит, купили вот такой Штоллен. Сейчас они продаются везде. Купила две штучки. Мы в тот раз покупали большой, но в этот раз решила взять два маленьких. Вот этот идет с марципаном и орехами. И этот идет с, не знаю, с чем. Надо тоже смотреть. Изюм, наверное. И какие-то эти. Как он называется? Фрукты. Цикрусовые. Так, цукаты, да, называются. Взяла вот такой творог для сырничков. Очень мне нравится. В тот раз тоже с ним делала. Хочу на выходных сырнички сделать. Поэтому еще взяли вот такую сметану. Русиш сметана. Вот. Думаю, что тоже будет вкусно. Но мы уже брали, по-моему. Или не помню. Такой йогурт себе взял Дима. И еще один где-то варяется. Вот здесь вот. Так, это мы взяли мороженое такое. Орелло. И вот такое еще Рафелло. Где-то еще пломбирка лежит. Дальше я взяла себе... Дима не любит, взяла финики. Очень люблю их. Взяла сыр моцареллу. Вот такой сюда беру. Натертый, готовый. Для любых блюд. Огурец один. Дальше взяла вот такую шинку. Тоже иногда на бутерброде. Очень редко, но покушаем. Взяла еще вот этот сыр чеддер. Попробовать его. Знаю, что многие любят. О, кстати, взяла с авокадо. Такое. Две масочки для лица. Надеюсь, они мне понравятся. Тоже новенькие. Еще взяла попробовать вот этот чай. Кирш и банан. Он идет. Вишня. Это вишня или черешня? Наверное, черешня. И банан. В общем, надеюсь, что будут вкусненькие. Прям хотела что-то вкусное. Чай. Потому что в последнее время только пьем такой. Обычный. Зеленый или черный. Зирал лаваш. Помело взял. Муж он любит. Бананы тоже ему. Взяла еще в Каффланде вот такую форму для керамического, для запекания. Очень она мне понравилась. Она была на скидке за 10 евро. Стоит она намного больше обычно. Поэтому я довольна. Хочу вообще все формы. Они у меня в основном стеклянные. Хочу поменять их на вот такие. Почему-то мне белые больше нравятся. Взяли еще вот такую колбаску попробовать. Саляну тоже на завтрак для бутербродов. Думаю, что подойдет. И, наконец-то, купила штуку вот эту для цветов. Как она называется? Компост, земля. Не знаю. В общем, надеюсь, что подойдет. 5 литров или там, как здесь написано, как идет. В общем, буду пробовать их пересаживать. Надеюсь, все получится. Еще часть здесь осталась продуктов в сумке. Взяли вот такой пломбир фанильный. Муж очень любит его. Всегда берет. Обычный пломбир. Дальше я пытаюсь все быстро показать. Дальше взяли молочко. Муж варит себе овсянку обычно с молоком утром. Перед работой рано. Вот такие оливочки. Любим красненькие. Дальше. И это что? Это салатик такой для салата. Зеленушка. И все. И филе курицы. Вот там на ней лежит обычная курица. Такая вот. Все. Это все наши покупки. И хочу вам сказать, что очень повысились, видимо, цены. В общем, вот это все купили на 90 евро. Я понимаю, что тут как бы эта штука дорогая и так далее. Но вообще, практически толком ничего не купили. В общем, как-то так. Все. Садимся ужинать. И увидимся в следующем видео. Пока-пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok